На Краснокаменской ТЭЦ завершается ремонтная кампания. В этом году на подготовку станции к предстоящему отопительному сезону Приоргунским производственным горно-химическим объединениям было направлено 350 миллионов рублей. Как распорядились этими деньгами на теплоэлектроцентрали Елена Маковеева. В этом году энергетики Приоргунского производственного горно-химического объединения решили провести расширенный капитальный ремонт двух котлов, чтобы войти в нынешнюю зиму с восстановленным запасом прочности основного оборудования. Уже завершен плановый ремонт котла-агрегата номер 7. Он включен в работу. Закончен большой проект по замене паропроводов острова пара второй очереди. Чтобы представить его объемы, достаточно сказать, что за полтора года подрядным организациям удалось проложить более 600 метров нового паропровода, а это около 320 тонн новых узлов. В первой декаде сентября у нас будет сдаваться турбина номер 1. Уже начат капремонт котла-агрегата номер 8, который у нас продлится до холодов. Надеемся, нас подрядчики не подкачают. Кроме плановых ремонтных работ энергетики объединения, продолжали выполнять в этом году инвестиционную программу по техническому перевооружению станции. В рамках этой программы на седьмом котла-агрегате была установлена автоматическая система управления на базе производственно-технического комплекса «Саргон». Здесь будет все более наглядно, можно будет посмотреть и как бы с рабочего места управлять с одного. Не надо будет бегать по счетам, можно какую-то ситуацию промониторить, можно посмотреть, например, по предыдущему году, как мы работали, в каких условиях. В следующем году инвестиционная программа объединения предусматривает замену на станции золоулавливающей установки котла-агрегата номер 5. Замена устаревшего оборудования и внедрение в производственный процесс современных технологий в разы повысит не только надежность, но и эффективность работы станции. Около миллиарда рублей было инвестиций и закупок было, наверное, внедрено в прошлом и в нынешнем году, если считать большой проект по паропроводу. То есть это большие деньги, ну, надо стараться их вкладывать с умом, чтобы оборудование еще долгие-долгие годы работало. На сегодняшний день мощности Краснокаменской ТЭЦ вполне достаточно, чтобы не только обеспечить жителей своего города теплом и светом, но и продавать свободные мегаватты на российском оптовом рынке электроэнергии. Это хороший задел не только для краснокаменских энергетиков, но и для развития крупных инвестпроектов на юго-востоке Забайкалья. Елена Маковеева, Екатерина Абрамова, Фуатна Серли, Вести Чита.